Сколько стоит? 50 рублей. Две. Крыски, елочки, дети от этих открыток тают сердца даже у парней. Это оцифрованная картина студентов политеха. Всего за пару недель в университете раскупили больше ста новогодних открыток. Чаще всего отправляют бабушки, дедушки, либо родителям. Студенты, которые живут в общежитии, которые хотят сделать приятное, как издалека. Открытки подарят тепло не только адресату, но и детям, которые остались без родителей. Все средства перечисляются на новогодние подарки малышам. Вот казалось бы, такая малость, а розовый цвет бабушка любит. Своего Деда Мороза ждут не только дети, но и пожилые люди, которые не смогут встретить Новый год в кругу семьи. Шесть лет подряд фонд «Старость в радость» готовит подарки для бабушек и дедушек в дома престарелых. Это обычные варежки, шарфы, носки, парфюм, кремы, конфеты. Большая мечта многих пенсионеров – радиоприемник. Желание исполняют обычные барнаульцы. Каждый пакет надежды приходится проверять. У продуктов должен быть большой срок годности. Еще же важно каждую открытку просмотреть. Детки не всегда понимают, что можно писать и чего нельзя. И у нас ребенок как-то подписал открытку, подарок тем, кому не повезло. Бабушку это может ранить. В этом году в Барнауле собирают подарки для 20 домов престарелых. В них живут почти 2000 человек. Уже удалось упаковать 1300 подарков. А вот этот подарок не дойдет. Потому что вчера, к сожалению, нашего деда Вени из цивенного интерната не стало. Так бывает, когда мы не успеваем и, к сожалению, это сильно ранит. Но еще можно успеть поздравить других. Бабушки и дедушки очень ждут халаты, тапочки, шампуни, кружки, журналы, сладости, чай и кофе. Все эти недорогие подарки помогут им, как детям, поверить в новогоднее чудо. Стать Дедом Морозом можно до 25 декабря, оставив подарок в пунктах сбора. Всего их 18. Полный список смотрите на сайте Старость в радость. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком.